Голая вечеринка Насте Ивлеевой стала самым обсуждаемым событием в России накануне 24-го года. Топовые звезды страны разделись и пошли ватры. Там говорят и кокс, как обычно на тарелке горой лежал и всегда. Это, кстати, обычная монетная вещь для таких вечеринок. И они обширобошенные там были. После того, как видеостусовки попало в сеть, на знаменитостей обрушился всенародный гнев. И они устроили настоящий парад извинений. Я прекрасно понимаю негодование наших людей. И тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. Но, как известно, Москва слезам не верит. Артистам пришлось понести наказание за осквернение духовных ценностей великоскрепной. Теперь само Ивлееву проверяет налоговое. С ней разорвал контракт МТС и Тиньков. А Филиппа Киркорова и Лолиту вырезают из новогодних эфиров. Все должно быть очень жестко. Предельно жестко. Людей надо наказывать. Лишать их званий. Не давать возможности им появляться на экране. Давайте откроем матрешку и узнаем, что власть пытается скрыть за публичной поркой рупоров Кремля. И какое отношение этот скандал имеет к президентским выборам в России. Это по кнопке включается, понимаете? Если бы вечеринку Elmas Naked решил устроить Киркоров, то, вероятнее всего, с носками на гениталиях красовался бы чуть ли не каждый второй приглашенный. Почетными гостями вечера стали бы Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан и другие представители ЛГБТ-сообщества. Ну и, конечно же, возлюбленные мужчины Филиппа. Имена всех его любовников, эскортников, они все есть в большой папочке, записанной в конторе лежат. Ну а что касается развлекательной программы, то она проходила бы в формате 18+. И ни о каких традиционных ценностях речь бы точно не шла. Я не касался писи-козла. Я не касался писи-козла. Я не касался писи-козла. Я не касался, он все сделал сам. Да, он не трогал меня там. О том, что у Киркорова, ну, очень извращенные интимные пристрастия, несколько месяцев назад проговорилась пропагандистка Маргарита Симоньян. Она намекнула на то, что Киркоров занимается сексом с использованием, ну, мягко говоря, экскрементов. Теперь понятно, зачем он испачкал нечистотами Баскова в клипе «Ибица». А вот если бы организатором почти голой вечеринки был Иван Охлобыстин, Гойда, братья и сестры, Гойда! То свою пятую точку он бы украсил неизумрудом за 23 миллиона рублей. Батюшка, я еще и никогда не трогала 23 миллиона рублей на попе, на попе! А четками и православным крестом! Он же все-таки хранитель духовных скрепов России, отец Иоанн! Главное – Бог и семья, все остальное – тлен. Ну, а гостей Охлобыстин, вероятнее всего, обяжет маршировать в пионерских галстуках под гимн Советского Союза. До конца времен мы будем пытаться, значит, следить за человечеством, построить его в один большой СССР, чтобы можно было тоже уследить, чтобы оно само себя не уничтожило. В этом наша историческая миссия Третьего Рима. Развлекательная программа на вечеринке Голой Гойды, вероятнее всего, проходила бы в формате военной подготовки. Азбука СВО. Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь, как правильно действовать при огневом контакте. Всем присутствующим раздали бы оружие и устроили соревнование по стрельбе, в котором победила бы жена Охлобыстина. Матушка прекрасная, в калашнику. А чтобы гости были в приподнятом настроении и вели себя неадекватно, их угощали бы кокаином, на котором Охлобыстин, судя по всему, до сих пор крепко сидит. Можно все, чего нельзя, если очень хочется! Настоящий бал сатаны мог бы устроить певец Григорий Лепс. Я вобрал в себя все грехи, какие только может взять на себя человек. Во мне их столько. Я всех своих демонов знаю, причем некоторых лично. Один из этих демонов отвечает за алкогольную зависимость Лепса. Поэтому на свою вечеринку Лепс пригласил бы всех алканавтов российской эстрады. Напоил бы их Путинкой или какой-нибудь другой водкой с патриотическим названием. И заставил бы всех присутствующих петь в унисон песню, которая звучит по всем кабакам России. Только на все люмки водки на столе. Талант Лепса высоко ценит сам бункерный дед. Поэтому не исключено, что Путин с удовольствием посетил бы голую вечеринку певца вместе со своей любовницей. Тем более, что светить обнаженной грудью для него не впервой. Раскроем такую интимную тайну. Как и для Алины Кабаевой, впрочем. Чего стоит ее откровенная фотосессия в 2004-м для мужского издания. Странно, что за нее она до сих пор не извинилась. Да и вообще, Путин любит посещать подобные мероприятия. Когда-то он побывал на вечеринке со стриптизом в Петербурге. Это произошло за шесть дней до того, как его назначили исполняющим обязанности президента РФ. Говорят, ночной клуб «Луна», знаменитый своими эротическими вечеринками, тщательно готовился к приезду такого важного гостя. Взяли под охрану все помещения, входы и выходы. Ограничили движение по Вознесенскому проспекту. Выставили караул на кухне. Проверили сертификаты качества на продукты питания, прохладительные и спиртные напитки. В тот вечер на сцене состоялось шоу для взрослых «Лунная феерия». Владимир Владимирович с нескрываемым интересом наблюдал за танцевальными номерами. По слухам, высокий гость даже немного смутил опытных стриптизерш своим вниманием. Разные люди склонны западать на разные вещи. Тогдашний премьер-министр РФ так запал на горячие танцы обнаженных стриптизерш, что оставил клубу свой автограф с пожеланием «Счастья в новом тысячелетии». Я просто знаю, не понаслышке. Почему-то в 99-м никого не смутило, что Путин посетил «Голую вечеринку». Несмотря на то, что тогда был как раз-таки разгар Второй Чеченской войны. А почти «Голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой с участием полуобнаженных российских звезд почему-то поставила на уши всю страну. Первый заместитель руководителя администрации президента звонил, чтобы сказать, чтобы всех вот этих участников Киркора, Флолита, Дима Билан, сама Ивлеева вырезали, убирали из эфира до новых распоряжений. И все потому, что эти звезды оскорбили чувства «Зет-патриотов». Извращенцы демонстративно плюют в душу простого народа, православных, у которых идет рождественский пост на закон о запрете ЛГБТ, абсолютно на все моральные нормы. Это только маленькие фрагменты сцены тему «Что делать с провинившимися звездами», автором которого является омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Чиновница, видимо, забыла, как в далеком 98-м году участвовала в программе «Империя страсти» и спокойно разделась перед телекамерами. И никакого скандала никто тогда не устраивал, потому что для российского общества такое поведение давно уже стало нормой. Граждане РФ с восторгом смотрели на ту же Наташу Королеву в откровенных нарядах или же вовсе без одежды. И на ее мужа стриптизера Тарзана. Да и Джигурду с Волочковой до сих пор никто не предал Анафеме, хотя поводов было предостаточно. Это единственное, что я смогу сделать красивый в этом танце. Вот это вы, по-моему, доченька. Этого достаточно для инвестиции. Кстати, балерина недавно растянулась в шпагате рядом с военным самолетом. И никакого наказания за сквернение памятника времен Второй мировой от государства не последовало. Я точно знаю, что я личность. Я легенда. А полуобнаженные участники вечеринки в Мутоборе моментально попали в опалу. Дравственно и морально. Это мерзко, отвратительно, неуместно. Верх и цинизм, а главное, такой какой-то совсем колхозный. На самом деле колхоз. Можно подумать, костюмы Димы Билана или Филиппа Киркорова чем-то отличались от нарядов, в которых регулярно выходили на сцену Борис Моисеев, группа «На-На» или Валерий Леонтьев. «На пороге греха, на пороге безумия» «Я в опасные игры играю с судьбой» А те же Лолита Амельявская и Ксения Собчак еще в начале 2000-х красовались обнаженными на обложках известного эротического журнала. Так почему же государство только сейчас обратило внимание на распущенность своих знаменитостей? И отыгралось именно на участниках тусовки Ивлеевой. «Я считаю, что это очень важный сигнал в обществе вообще. Все должны соблюдать действующее законодательство, начиная с главы государства». Ну что ж, тогда ждем объяснений от Путина. Почему он ходил на стриптиз в Германии? И зачем ему комната с шестом во дворце в Геленджике? «Ну, слушайте, хватит в конце концов». Россияне даже не догадываются, что бункерный дед и его престарелые друзья-политики регулярно проводят закрытые тусовки, где позволяют себе различные фривольности. «Во власти такие же вот Ивлеевы, Киркоровы и так далее, только в элите. Это-то богемы, они попроще, они на публику. А те делают то же самое, только не фотографируются, не укладывают в Инстаграм. Но в принципе там нравы гидронистические такие, что десяти Киркоровым дадут форму». Но эту часть своей жизни они привыкли тщательно скрывать от публики. Особенно во время так называемой СВО. А между тем, в декабре 22-го состоялся саммит глав СНГ, неофициальная часть которого продолжилась за закрытыми дверями в Ленинград-центре. Это шоу-пространство, которое предлагает искусство вне форматов и рамок. Например, смелое новогоднее представление для взрослых под названием «Успеть до полуночи». Вечеринки Ивлеевой до этого откровенного шоу далеко. Но вся травля досталась именно ее участникам. Вопрос только, почему? Если у власти цель еще больше прикрутить и демонстративно наказать, чтобы неповадно было, понимаете? Ну кого этих? Они что, какие-то опасные? Они что, действительно могут возмутиться там, куда-то с плакатами выйти? Кто? Собчак с Киркоровым? Глюкоза с Милявской? Кто? Билан с Ивлеевой? Кто? Это свои в доску, понимаете? И Кремль этим ловко воспользовался. Накануне выборов путинская власть обычно балует избирателей подачками в виде еды. Но в этом году продукты питания существенно подорожали. Даже яйца стали золотыми. Так что российскому народу в этот раз решили предложить зрелища вместо хлеба. И пока граждане РФ возбужденно обсуждают падения и наигранные раскаяния вчерашних кумиров... Сегодня ты на коне, а завтра ты на дне. Они не замечают ни стремительного повышения цен, ни ужесточения санкций, ни сотни тысяч гробов участников так называемой СВО. А это значит, репутация Путина, который планирует в марте снова занять президентское кресло в безопасности. Говорят, что самая большая зависимость от власти. Так что, россияне, не стоит расслабляться. Если в вашей стране снова произойдет очередной скандал вокруг Киркорова в трусах или Ивлеевой с драгоценным камнем на ягодицах, оглянитесь вокруг. Скорее всего, вас снова хотят отвлечь от действительно значимых событий. Редактор субтитров А.Семкин